В чувашской культуре народные ремесла всегда занимали особое место. И сегодня работы современных мастеров основываются на традициях предков. Сувениры, сделанные руками чувашских умельцев, знают и любят во многих регионах страны и даже за рубежом. В этом году мастера решили превзойти самих себя и подготовить к празднованию 550-летия города Чебоксары необычные сувениры. Налетай! Торопись! Покупай! Чувапись! У героев известной комедии ассортимент небогатый. Русалки да коты. А в небольшом магазинчике народных промыслов Чувашия около 16 тысяч самых разных изделий. От магнитиков и керамических статуэток до огромных панно и национальных костюмов. В преддверии юбилея столицы здесь расширяют ассортимент. Например, появились вот такие эксклюзивные украшения. Женские украшения укладываем в такие подарочные коробки, где написано 550 лет и Чебоксары. Тут Чувашьень, парни. И вот мы, например, открываем. И вот тут такое солидное украшение. И значение украшения написано на трех языках. Сначала на чувашском языке, потом русский, потом английский. Я думаю, все гости будут очень довольны. По-новому умельцы взглянули и на образ мифического богатыря Улыпа, придав ему новые черты. Улып помогал, жил. И он женился на земной женщине. И у них родились сыновья, такие же богатыри, как отец. И когда им пришло время, чтобы они женились и жили отдельно, отец им сказал, вот возьмите лук и куда стрела упадет, там и будете жить. Стрела упала, где город находится, наши Чебоксары. Потом там образовался город Шубашкар. Шубашкар – это означает, вот имя Геру – это Улыпа Шубаш. И Кар – это ограда. Вышивальщицы готовят скатерти, платки, салфетки. Рядом вполне современный женский аксессуар – косметичка. Но тоже украшенная национальным узором. Преданные своему делу мастерицы выверяют каждый стежок до миллиметра. Вышивают женщины на редине. Ткань мягкая и приятная на ощупь. Чебоксарские орнаменты украшают и керамические панно, и деревянные изделия. Я сама из Башкирии, у нас очень сильно развита резьба по дереву. И приехав в Чебоксар, я занялась этим ремеслом. Ну, более 30 лет уже обучаю детей. Одна из моих любимых работ – пререзная резьба, сквозная она. Все это насквозь выпиливается. Очень сложная работа. Райское дерево называется. Я сама из деревни. И очень много вот таких интересных работ с сюжетами деревенскими. Вот «Погуляли» называется. Дед с ковшом. И еще одна тема этническая такая – натюрморты в национальном стиле. Сейчас мастерицы работают буквально не покладая рук. Хотят удивить земляков и гостей столицы своей уникальной продукцией. Большую поддержку им оказывает гильдия ремесленников и торгово-промышленная палата Чувашия. Мы открыты для всех инициативных людей, которые желают участвовать в развитии, сохранении и возрождении в народных промыслах Чувашской республики. Милости просим состав гильдии. Штаб, если можно так сказать, гильдии – это вот здесь. И, конечно, торгово-промышленная палата. Там у нас совещания, заседания, официоз, протокольные мероприятия. А здесь, собственно, сосредоточие всех видов творчества. Уже весной умельцы вместе со своим уникальным товаром расположатся на заливе в городе мастеров. Мимо них вряд ли пройдут туристы с теплоходов. А это значит, что хендмейт из Чувашии разойдется по всей стране и будет напоминать своим новым хозяевам о гостеприимной республике на Волге. Галина Титарчук, Павел Иритков, Республика.